Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, перед нами Шаббат. Шаббат, недельный главой Беалладха, заканчивается еще одна неделя. И знаете, вот Шаббат все больше и больше, кто начинает понимать это, кто двигается в иудаизме, понимает немножко. Они видят, насколько это серьезный краеугольный камень вообще всего. Ради Шаббата создан мир, не просто слова, сказанные в Кабале. Это в чем-то отражает то, что происходит в нашем мире. Я две короткие истории расскажу про Шаббата. Первая была после войны судного дня. Однажды в приемной у знаменитого Баба Сали, это арабия Израиль Абу Хацера, известнейший, сейчас ушел из мира, это большой прятник. Появился молодой человек, прикованный к инвалидной коляске. Во время войны он был тяжело ранен, пуля задела позвоночником. И ноги оказались парализованные. Он перенес несколько сложнейших операций, но потом, ну только хуже и хуже. И врачи говорили, что надо ампутировать ногу. Доведенный до отчаяния молодой человек отправился вот к Баба Сали, нитевод, которому друзья рассказали, что чудеса творит великий праведник. Выслушав его трагическую историю, Баба Сали спросил, накладываешь ли ты тфелин? Он говорит, нет, честно сказал, молодой человек, далекий от еврейской традиции. А Шаббат ты соблюдаешь? Тот говорит, ну в общем нет. А если так, сказал праведник, ты должен благодарить Всевышнего, что у тебя отбирают только одну ногу. Причем сказал он это так, тот аж весь в ужасе. И говорил, и начал дальше ему говорить, что мы верим, что Всевышний наделяет органы нашего тела силой только для того, чтобы мы могли с их помощью выполнять заповеди. А у тех, кто заповеди не выполняет, творец должен был забрать дарованную им силу обратно. Так что вот у тебя осталось даже то, что есть, да это незаслуженный дар. От обиды, отчаяния там молодой человек разглядался. Баба Саль дал ему успокоиться, а затем прямо в глаза смотрит и говорит, если я благословлю тебя, и ты встанешь на ноги, ты начнешь соблюдать заповеди? Да, сказал он молодой человек. Это видели сотни людей. Если так, дай мне руку. И вот он дал ему руку, тот переподнялся, и баба ему сказал, благословляю тебя, чтобы он полностью здоров для служения Творцу. И молодой человек встал и без всякой помощи взял шагов и выбежал из комнаты, побежал звонить матери, тогда автоматы были, не было мобильных телефонов. И он рассказал им о своем исцелении, и это случай, который все знают. Это одна сторона шабата. Еще короткий. Был такой, однажды, много лет назад, рабе, как же, Рафаэль Бен Шимон, главный рабин Египта. Он был приглашен на свадьбу дочери одного из самых богатых людей Египта. Торжество подходило, проходило в доме невесты, не уступавшего там красоте правителю Египта. Были приглашены все самые достойные люди Египта, и вот назначенный час, встали гости около хупы. Дрожащими руками хозяин передает кубок с вином из собственного подвала рабе Рафаэлю Бен Шимону, который должен проводить обряд. Однако раб, обратившись к хозяину, сказал ему на ухо, что вино не достойно благословения. Очень удивленный хозяин, сам спустился в подвал, наполнил кубок вином самым лучшим. Обратился к нему Раф и прошептал, что вино не годно для благословения. Опять он пошел в подвал, и там у него была одна бочка вообще самого лучшего вина, которая там хранилась. И Раф ему сказал, очень настойчиво, тихо говорит, нет. Хозяин смущенный, извинился, попросил Рафа вместе спуститься в подвал, чтобы он выбрал достойное вино. Они спустились, и он ему говорит, сын мой, к сожалению, я не могу благословить твое вино. Это не еврейское вино, я не могу на него делать благословение в такой священный день. От удивления хозяин не мог вымолвить ни одного слова. Говорит ему Раф, закон таков, к тому, кто осознанно и открыто нарушает шаббат, не относятся как евреи, и вино его тоже такое же. К сожалению, достаток и почет отдалили тебя от пути отцов, и ты открыто на глазах у всех нарушаешь шаббат. Посему вино твое не годится, и я не буду его благословлять. И вот эти слова Раби Рафаэля, сравнившего его с идолопоклонником, потрясли богача. Придя в себя, он сказал, научи меня, Раби, как вернуться на путь истины, как стать нормально, я беззуюсь хранить шаббат. Поняв, что эти слова сказаны, искренне Раф говорит, благословен ты, мой сын, вернувшийся на путь истины. Посему с этого времени ты совершенный праведник, и твое разрешенное вино для благословения. Раф и хозяин вернулись к гостям, сделали хупу, и с тех пор хранил он шаббат, и у них в семье все было хорошо. Поэтому, брахава от слаха, хорошего шаббата, и подумайте, какое ваше вино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok